Луганщина останется без патронажных сестер Красного Креста. Они не будут помогать своим подопечным в середине декабря. Причина – прекращение государственного финансирования. На сегодняшний день в области работает 124 специалиста. Ежегодно они обслуживают до 11 тысяч пенсионеров, инвалидов, ветеранов. Патронажная сестра из общества Красного Креста проведывает семью Анны и Анатолия Василюк изо дня в день вот уже 16 лет. Принести лекарства, измерить давление, сделать инъекции. У Анатолия Ивановича сердечная недостаточность, у Анны Ивановны гипертонический крест был, гипертоническая болезнь. Вот такая погода, и они, получается, вдвоем заболели. Они у меня раньше болели по очереди. Дедов я кисть таблетки пронесла, без грошей, без ничего. Я говорю, да, да, ты хочешь, не, ты шо, и побегла. Подопечных у патронажных медсестер много. В день они обслуживают от 6 до 12 человек. А ежегодно за их помощью обращаются до 11 тысяч. В основном это пенсионеры, инвалиды труда, ветераны войны. Дедушка лежачий вообще, конечно, был очень тяжелый. Ходила к нему, потом к бабушке ходили. Они одинокая семья. В декабре семью Галагановых, как и всех других, патронажные сестры обслуживать не будут. Минздрав Украины обязал общество Красного Креста сократить патронажную службу. Практически мы предупреждены, что 15 декабря финансирование патронажной службы прекращается. Оно уже сокращено на 5 миллионов гривен в третьем квартале. И на 17-й год финансирование прекращается патронажной службы. Хай не принимают такое, яке они там выдумали. Не надо. Нам Красный Крест был нужен и должен быть Красный Крест. И должен был. А куда нам и ты? На дорогу тогда бы повзать. Так хоть прийдут, поможут, принесут, побегли в аптеку купили, уколы, самое главное. Патронажная служба Луганщины, в которой трудятся 124 человека, за поддержкой обратилась к губернатору области. Письмо за его подписью с просьбой сохранить медперсонал Красного Креста и не прекращать их финансирование направлено премьер-министру Украины и председателю Верховной Рады.